всем привет с вами самый сок и сегодня мы вам хотим рассказать одну очень интересную и страшную теорию о фильме чарли и шоколадная фабрика сказочная повесть роальда доля о необычных приключениях мальчика чарли на шоколадной фабрике эксцентричного вилли вонки была впервые опубликована еще в 1964 году сама книга как и его первая экранизация 1971 года можно сказать прошла мимо нас а потом случился 2005 год когда на экраны вышел фильм тима бертона с джонни деппом в роли вонки и об этой истории узнали очень многие странность порождает попытки хоть как-то уложить ее в голове наверное поэтому на зарубежных сайтах весьма популярна теория что вилли вонка это на самом деле одержимый убийца охотящийся на детишек именно сегодня мы для вас собрали самые интересные доказательства этой теории а вы можете оценить их сами и потом высказаться в комментариях история начинается с классического пути к безумию у любого серийного маньяка есть своя предыстория иначе получится не персонаж а картонная фигура единственная функция которой махать ножом или чем там еще они машут свои истории объясняющая их ненормальности повернутость в конкретную сторону были у фредди крюгера и джейсона из пятницы 13 есть она и у вилли вонки злобный отец дантист которого к тому же играет саурман из властелина колец мы должны разъединиться к саурону это было бы мудры мой друг там ответь мне друг раздаться рума мудрый применял мудрость на безумие разве этого мало чтобы стать плохим жесткосердный родитель не дает отпрыску сладкое и словно в виздевку надевает невероятно уродские брекеты которые выглядят настоящим орудием пыток психологическая травма на лицо мальчик сообщает что сбежит в швейцарию чтобы там делать шоколад отец манипулятор в ответ включает главный всеобщий страх угрозу смерти родителей этим мрачным сценам фильме уделено не так много времени но и этого достаточно чтобы понять грозный перфекционист и манипулятор не только лишил сына детства но и разрушил любую возможность эмоциональной связи уонки после такого формируется врожденное недоверие к взрослым и жгучая потребность мести теперь он может придумать план мести всем детям у которых есть то чего у него нет родители которые балуют их конфетами вонка болен и это заставляет его действовать к моменту объявления розыгрыша билетов на свою фабрику вилли вонка на протяжении 15 лет был величайшим мире шоколадье поначалу никто не знает какой секретный приз получит главный счастливчик но потом мы узнаем что вонка ищет кого-то чтобы заменить его на посту главы фабрики но почему он делает это именно сейчас сколько ему лет 30 35 не больше правда сам вонка говорит что он обнаружил у себя первые седые волосы и задумался о будущем хорошо но к чему такая спешка от первых седых волос до реализации завещания обычно проходит не меньше пары десятилетий объяснение может быть только одну владелец фабрики уверен что смертельно болен и у него мало времени для поиска наследника мне нужен нас ли чем именно болен кондитер тут возможны варианты мы видим что он живет в приторно-сладком мире где нет места фруктам овощам и другой полезной пищи похоже он теперь на злу отцу пытается одними конфетами а избыток сахара может привести ко многим заболеваниям включая распространение в организме грибка кендита заражение им приводит к ряду неприятных симптомов попытки скрыть которые мы можем наблюдать у вонки пьят на от инфекции на коже и ногтях он прикрывает вездесущими фиолетовыми кожаными перчатками парик скрывает проблемы с собственными волосами трость указывает на хроническую усталость у вонки плохая память и очевидный недостаток внимания которые появляются в разговоре он часто повторяется сам того не осознавая добавьте к этому раздраженность перепады настроения тревогу и депрессию которая присутствует на протяжении всего фильма когда он без причины огрызается на детей или начинает вспоминать о своем прошлом сильная тяга к сладкому только усугубляет его болезни поскольку грибок питается сахаром и наконец у него точно бывает мигрени которых он пытается избежать надевая гигантские темные очки светлых комнатах и при выходе на улицу почему бы этому богачу просто не обратиться к врачу кандида полностью излечима но вонка скорее всего понятия не имеет что с ним не так все что он знает это то что его здоровье слабеет и он страдает от все более странных симптомов врачей он ненавидит потому что боится их на фоне отношений с отцом и так у нас есть комок нервов с детской травмой считающий что ему недолго осталось я вели вонка решил позволить пятерым детям посетить мою фабрику кроме того один из них получит особую награду о которой он даже не мог и мечтать розыгрыш был подстроен золотые билеты достанутся тем детям которые едят шоколадные плитки каждый день тот кто первый билет найдет будет толстый притолстый кабар фильме мы узнаем что один из участников майк тиви попал на фабрику потому что взломал систему парнишка сумела рассчитать какой именно шоколадный батончик нужно купить чтобы найти свой золотой билет но не кажется ли вам что если есть система то ею можно управлять батончики золотыми билетами распределяется не случайно а по системе и эта система явно подыгрывает конкретным личностям сам чарли находит денежную купюру именно перед нужным магазином и эта система явно подыгрывает конкретным личностям сам чарли находит денежную купюру именно перед нужным магазином самый подходящий момент углумление над детьми оправдывается их плохим поведением Абсолютно все жертвы Вонки выглядят неприятными личностями. Каждый показывает себя с худшей стороны, после чего с ним случается несчастный случай. Владелец фабрики намеренно предлагает каждому тщательно продуманные искушения, на которые они ведутся и получают по заслугам. В этих детях даже можно усмотреть олицетворение смертных грехов. Чревоугодие, алочность, гнев и гордыня. Перед нами не просто каратель непослушных детишек, а высокоидейная личность. А еще мы можем вспомнить музыкальные номера Умпа-Умпов. Даже сами персонажи в фильме дважды прямым текстом говорят, что все это выглядит заранее отрепетированным. Бертон вполне мог закинуть нам такую подсказку. У Вонки все продумано и подготовлено заранее. Дети в фильме не первые жертвы Вонки. Когда Умпа-Умпы затягивает свою первую песню, Вонка говорит. По-моему, они хотят спеть песенку. Для них это особый случай, у них не было новых слушателей, уже много лу. Но разве у них вообще хоть когда-то была аудитория, если они никогда не выходили за пределы фабрики? А когда Вируку затягивает мусоропровод, Вонка произносит еще одну странную фразу. Знаете, она могла застрять где-то под горловиной мусоропровода. Если ей повезло, то вы еще можете ее вытащить. Кто они? Орехи? Но они слишком маленькие, чтобы там застрять. Скорее всего, речь в обоих случаях идет о других детях, которые уже побывали тут и тоже плохо кончили. Можно предположить, что Вилли Вонка использует свою фабрику как гигантский пряничный домик, чтобы заманить плохих детей без всяких билетов и избавиться от них в наказании за их грехи. Кстати, вы заметили, какие грехи он не наказывает? Это зависть, уныние и похоть. Про первые два легко понять, что он видит их в себе. А что с третьим? Разве он не больше всего характерен для серийного маньяка? Чарли проверяет, сможет ли он продолжить дело Вонке. Во всех смыслах. Вонка ищет себе преемника, но не только для управления фабрикой. Ему также нужен человек, который продолжит его дело наказания плохих детей. Весь фильм он внимательно наблюдает за реакцией Чарли на происходящее. Не возмутится ли он, что так нельзя? Согласен ли с жестокостью методов предстоящей борьбы? Но почему именно Чарли? Он кажется невинным ребенком и вряд ли подходит для воплощения в жизнь мрачных замыслов. Авторы теории считают, что Вонка просто туповат, потому что не доучился в школе, почти не жил в реальном мире и теперь ориентируется только на внешние сходства обстоятельств. Чарли похож на владельца фабрики тем, что тоже был лишен конфет в детстве, пусть и по другой причине. А его отец также работает в сфере гигиены полустирта на фабрике зубной пасты. В итоге убийца внутри Вонки побежден главным героем, но не физически, а при помощи психологии. Примирившись с отцом, персонаж перестает испытывать потребность в наказании детей и остается просто эксцентричным шоколатье с мелким мальчиком в качестве лучшего друга. Последнее тоже, кстати, стало предметом теории. Но это уже совсем другая история. А вы смотрели данный фильм? Если да, то как он вам и как вам эта теория? Своё мнение пишите в комментариях. А также не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok